Добрый день, меня зовут Мартынов Денис Игоревич, я врач-терапевт из многопрофильного витеринарного центра доктора Котова. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, как отличить шарлатана от врача. Однако я хочу подчеркнуть, что это лично мое мнение, соглашаться или нет, это ваше право. Итак, поехали. Первое, что я хотел бы обозначить, это полипрагмазия, когда врач назначает много разных лекарств от различных диагнозов. Владелец приходит, им назначают дексаметазон, фоматидин, амипрозол, там всякие кучи лекарств, которые, ну, они по сути не нужны, грубо говоря, от всего. Ставят кучу диагнозов и говорят, лечитесь, что-нибудь из этого поможет. Вот это логика того, что вот этого не должно быть. Врач всегда должен обосновывать свое лечение чем-то, будь то анализы, будь то эмпирический эффект, то есть назначили, сработало. Но подчеркну, что эмпирическое лечение не должно заключаться в том, что вы перебираете кучу лекарств, и что сработало, то сработало. Нет, врач всегда должен думать не лекарствами, а своей аптечкой, а именно головой. Теперь к самим лекарствам. Некоторые мои коллеги до сих пор используют такие средства, как гомеопатия. Это наука, которая подразумевает разведение конкретного вещества по много раз, и что именно в этом разведении, именно в этом количестве вещество будет эффективным. Однако существует много доказательств неэффективности этих препаратов, будь то научной статьи или здравый смысл. Здравый смысл нам подсказывает то, что маленькое количество препарата, да еще и разведенное во много-много раз, работать не может. Также я скептически отношусь к врачам, которые все лечат на дому. Компетентный специалист может выезжать на дом и порой делает это, однако лечить все без инструментальных обследований, будь то рентген, УЗИ или анализы, невозможно. И если существует врач, который такие исследования выполняет на дому, то прием его стоить будет баснословных денег. Я врач-терапевт. Я принимаю практически всех пациентов первично. Однако я скептически отношусь к тем врачам, которые лечат совершенно все одни. Потому что такой врач не может предоставить, как правило, качественной помощи по всем вопросам, будь то хирургия, терапия, неврология, ортопедия и так далее. Мы начинаем, как правило, с каких-то рутинных обследований, если они на тот момент необходимы. Они обычно включают в себя клинический, биохимический анализ крови и, возможно, обзорную зимбрюшную полость. Однако в ходе лечения нередко бывает так, что какие-то анализы приходится добирать вследствие нарушений, которые были выявлены по первичному осмотру либо по первичным анализам. И порой у вас, как у владельцев, складывается непонимание того, что делать дальше после получения этих самых анализов. Такого быть не должно. Врач и владелец должны контактировать всегда, будь то в формате переписки, электронной почты, либо телефонного звонка. По итогу, компетентный врач сможет обосновать вам тот или иной диагноз, который он вам ставит, препарат, который он вам назначает, того или иного специалиста, к которому он вас направляет, либо исследование, которое он проводит. Не будет лечить постоянно только на дому, без каких-либо дополнительных исследований. Будет пользоваться теми препаратами, которые имеют доказанную эффективность врачебное сообщество. Всем спасибо. Если понравилось видео, пишите комментарии и говорите, какую тему еще стоит осветить. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok